Это не земля, это глина. Она очень отличается от земли. Она настоящая, пластичная. Мы к ней очень уважительно, очень бережно относимся к этой субстанции. Уважай глину, это право наших предков. Казалось бы, просто кусочек глины, но потом он превращается в интересную вещь, а потом обжигается и застывает навсегда. То есть, если вы ее закопаете и через 2000 лет откопаете, она будет такая же красивая, яркая, как вот здесь, видите, уже готовые изделия, они вот такими и останутся. Субтитры создавал DimaTorzok Это просто рождается и все. Сейчас я попробую объяснить. Мы с мужем художники-керамисты. Мы делаем много интересных вещей, постоянно придумываем что-то новое. Мы работаем уже больше 20 лет в керамике, и каждый раз, каждый год у нас какие-то новые изделия, новые работы. И мы даже сами иногда пролистываем наши фотографии. Ого, пять лет назад мы делали вот это, ничего себе, какие мы молодцы. А сейчас мы делаем вот это, и каждый раз этот рост идет. И в последнее время мы стали участвовать в выставках. И интересно очень, когда делаешь работу не просто так, с неба какая-то там, какое-то вдохновение, А когда есть тема? Появилась тема терогенезис, и это была такая тема, вау, я хочу это сделать! Да, это выход из зоны комфорта. Я никогда не лепила камни, или я никогда не думала, как слепить взрыв. Как его можно слепить вообще или нарисовать? Художники хорошо, они владеют красками, и они знают, как это сделать. Как я могу вот эту идею перенести в объем? Это очень сложно, это на самом деле сложнее, чем на картине изобразить что-то. А как слепить взрыв, чтобы это было красиво, и чтобы это было утилитарно? Потому что керамист, он всегда думает наперед, за многих людей, не только за себя и за эту вещь. Он думает, ага, а как эта вещь будет потом в интерьере смотреться? А что в нее можно положить? Она полезна или она просто будет пульс собирать? То есть мы должны продумать все до мелочей. А какое у нее будет донышко? А какое горлышко? Она открытая или закрытая? То есть миллион вопросов мы себе задаем в процессе работы. Как можно слепить Вселенную? Она бескрайняя, у нее нет ощутимых границ каких-то, которые можно пощупать. Как можно слепить астероидный пояс? Субтитры создавал DimaTorzok Вот эта тема, она открыла нас по-новому, потому что это смело. Мы себя не ограничивали ни в чем. Мы хотели, лепили камни, хотели, лепили космос. В общем, куда фантазия занесет. Затея одна, но в печке получается, может быть, даже лучше, чем он хотел. То есть изделия жили своей жизнью, мы были просто помощниками. Каждая работа жила своей жизнью. У нас было столько сюрпризов в процессе, вы себе не представляете. Не только у меня. Например, я придумала вазу, я ее слепила, три дня лепила, три дня расписывала или там четыре, не знаю. Я не считала уже, мне надо было сделать. Отправляю в печку, достаю, и там совсем не то, что я хотела. Керамические краски, они очень странные. Вот это, например, бледно-серый цвет. Пока ты не покрасишь, ты не поймешь. Вот это, например, вот кажется, что он синенький, на самом деле это темно-темно-бирюзовый. То есть ты никогда не знаешь, что выйдет из печки. Ты должен представлять себе, ты должен выучить эти краски, они у тебя в голове. То есть похоже очень на глухого музыканта, который должен сочинить мелодию, но он должен помнить эти звуки, он их не слышит, он их должен помнить. Вот такая же история с керамическими красками. Глина очень нежный материал, с ней нужно очень бережно. Аккуратно. Если ты где-то перегибаешь палку, она ломается, и прости-прощай, начиная сначала. Идея настолько была грандиозная, что керамика глина не выдержала. Наша песня хороша, начиная сначала. Но если ты соблюдаешь все эти правила, если ты очень аккуратно, бережно относишься к этому материалу, она говорит, окей, мы с тобой можем это сделать. То есть это постоянно, знаете, как мне показалось, как балансировка на канате. И я отправляю в обжиг свое изделие, а там что-то случилось с печкой, спираль отошла, и вся моя красота сгорела. То есть эта ваза вместо синего и желтого стала черная и болотная. Окей, я подумала, это терогенезис, он живет своей жизнью. Мне понравилось, очень здорово. Для меня это очень такой, знаете, прорыв, потому что я работаю с малышами, с детьми, и зачастую мы делаем многие вещи снова и снова, одни и те же. А тут прям разгуляет. И я надеюсь, что в следующей выставке я уже сделаю как-то некоторые вещи смелее. Я поняла, что все в наших руках. Моя мама часто говорила, «Не боги горшки обжигали». Это классная фраза, она у меня отпечаталась на всю жизнь. Может быть, и теперь я стала керамистом и понимаю эту фразу еще лучше. Потому что да, действительно, «Не боги горшки обжигали». Мы можем взять этот кусочек и сделать из него либо красивую вещь, либо какую-то странную вещь. Но она имеет право на существование. То есть каждая идея, она не должна пылиться где-то там в заколуках сознания. Каждая идея имеет право на жизнь. И какое счастье, когда ты сделаешь эту вещь. Она получилась у тебя. Ты ей доволен, ты ею гордишься. И она нравится людям. Это просто успех. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok